Давно не было Oblivion Lost Remake, то сначала вышла новая модификация на Stalker, потом я начал проходить Atomic Heart, и вот теперь я возвращаюсь к ОЛР и буду его чередовать как раз таки с Atomic. Для тех кто не знает, для тех кто ко мне пришел в этот промежуток и не смотрел прохождение этого мода, всем советую начать смотреть по ссылке в описании, есть плейлист. Посмотреть надо будет всего 4 серии, мод достоин внимания, он очень хороший и проработан. А так не забывайте оценивать видео, не забывайте писать комментарии, приятного просмотра. Всем привет, продолжаем играть в замечательнейшую модификацию Oblivion Lost Remake, и случилось так, что нас заметили. Мы попали в капкан военных, теперь нас видят абсолютно отовсюду. Куда загрузиться, я даже представить не могу, но вроде говорят загрузить перед квестом, и тогда военные не будут тебя видеть. С другой стороны, предлагают не париться и просто их всех перебить. Нашел я арт, в общем да, все можно проговорить. Подожди, что я там пропустил? Нашел арт, было, держи, спираль, неважно он говорит зачем. Так, ну принести документы, висит квест. Блокнот, кстати, есть, отдельная вкладка, и тут можно что-то писать. Начать вот. Ага, интересно. Забрать документы у военных. Вот так, допустим, напишем, сохранить. Ну и все, есть страницы. Ну, пока я не вижу для себя ситуации, в которой мне это пригодится. В общем, по поводу военных, смотрите, хорошо, мы с вами пробуем по стелсу. А нет, они уже загрены, даже до взятия квеста. Мне же говорил, там кто-то загрузить до взятия квеста. Как видите, не помогает. Поэтому я, скорее всего, просто их всех перебью. Предлагаю сэкономить и вам время, и мне время просто их перебить. В итоге это не повлияет ни на что, ни на концовку, ни на какое-то отношение жабы ко мне. По крайней мере, как я понял из комментариев. Мне всего лишь нужно будет заплатить штраф в размере пятиста рублей. К чему я, собственно, готов. Меня тут уже ждут. Так, ну надо спрятаться. Куда-нибудь за деревце. Что-то пули летят куда угодно. Разброс присутствует все-таки. Сейчас сидит жаба, ему приходят эти сообщения о смертях. И он такой, ё-моё, неужели мессер меня подвел? К сожалению, так. Остальные на базе. А, у нас же ПНВ есть шикарнейший, я совсем забыл про него. Кстати, я верталью слышу. Так, сейчас спокойно говорит, у нас гости. Сколько что-то человек. Ух ты. Очень много. Зато поживимся барахлом. Так, еще осталось пару человек, судя по карте. Может, один спит? Нет. Ну, я просто даже не представляю. Это, скорее всего, надо с автосейва перезагружаться. Для того, чтобы они были не заагрены. Потому что, опять же, я отгрузился до взятия квеста. Как мне советовал кто-то в комментариях. Отгрузить до взятия, они не будут красными. Не помогло, как видим. Они все равно красные. Это что такое? Артефакт у них в ящике тут лежит. Ну, красные-то они всегда красные. Все равно заагрены. В возбужденном состоянии. Все, я уже перегружен тем временем. Винторезе, кстати. А у меня же вроде был такой, я его продал. Или выкинул куда-то, положил, не помню. Все равно перегружен. Ничего себе, мне все, что ли, выкинуть надо? Подожди, тут есть багажник у автомобиля? Открыть дверь багажника. Открыть. Так, обыскать что было? Обыскать багажник. О, как можно. Вот, кстати, эта фишка мне очень нравилась в Лост Альфа. Но что-то там в последних версиях транспорт вырезали. Меня это очень расстроило. Ну, так вот. Аптечек тьма, кстати. Ну, все, тогда я буду их просто обыскивать. Собирать хабары, складывать в авто. Как я должен был его вынести так? Интересно даже. Ну, как-то можно. Ну, вот, в общем-то, и все. Всех обыскал. Выключил говорилку. Осталось только обобрать их в плане провизии и всего, что тут есть. Вот и перегруз. Мне, кстати, очень нравится, как здесь утро наступает. То есть уже 3 часа 14 минут. Очень-очень потихоньку начинает светать. То есть уже не полная ночь, но и еще не рассвет. Тут вот на крышу можно забраться. Может, есть с чем поживиться? Да, есть броник. Ну, тайнички наши любимые. Пару консерв. Так, а броня, ну, почти новая. Кстати, странно, что она стоит дороже. Хотя эта бронька... Ну, не, по некоторым характеристикам она, конечно, лучше. Ладно. Это мы с вами уже выяснили. Ну, значит, получается все. Вышку обыскал. Хату командира обыскал. Крышу тоже осмотрел. Тут внутри смотреть особо не на что. Я, конечно, могу пролезть сюда, прям в дальнюю комнату. Даже патроны были бронебойные, 9-18, по-моему. В остальном с вами все, можно уходить. Точка полностью осмотрена. Даже уже можно выключать ПНВ и вот так чисто с фонариком бежать. Хабара получилась с навалом. То, что там штраф 100 рублей, или сколько, это вообще не страшно. Просто обратите внимание. Ух. Все это дороже, чем на 500 можно продать. Особенно не писем. Так, открываем дверь. Сохраняемся. Садимся. Дверь на другую кнопку закрывается, на Т. Фары. Магнитола. А, ну музыки нет. Я вырезал ее. Клаксон. Ого. Завести. Еще вручную переключать передачи. Представляете? Чего? О, сейчас не понял. Пожди, так не пойдет. Меня пострелили. Там БМПС что ли стоит? Тогда давай тут по краю поедем. Кстати, камеру можно переключить. От другого лица сделать. Ох, как поехали. Главное теперь что, в аномалию не влететь? Ну вот я, собственно, уже и приехал. Да, где-нибудь здесь с краю запаркуемся. На военной Тениве теперь буду разъезжать, представляете? Все, мотор глушим, фары тушим. Дверь открыть, выйти, дверь закрыть. Да, действий, конечно, намного больше. До оригинала машины дошли просто нажать F. Кстати, багажник открыт. Было бы, кстати, забавно, если ты забыл закрыть багажник. Из-за этого у тебя вываливается хабар, пока ты едешь. Кстати, по поводу хабара. Калаши же надо продать тогда. Он продается, по ходу, местному населению. Потому что, как я помню, жаба берет их прям максимально дешево. Что нас, конечно, не устраивает. Ну, давай посмотрим. С толкирочек стоит. Он берет калаш за 202 рубля. Правда, денег у него таких нет. Тогда как жаба берет тот же самый калаш за 77. Разница есть. Мессер, какого хрена? В чем дело-то? Твою мать, у меня могут быть серьезные проблемы из-за тебя теперь. Я же просил не шуметь. В общем, с тебя компенсация и не отпирайся. Выхода у тебя нет. Ну, вышло так, понимаешь? Да, вышло так, что, когда я отгружаюсь, находясь даже на базе, вояки до меня все равно заагренные. Ну и, видимо, присутствуют какие-то трудности, не позволяющие пофиксить это спустя столько времени после выхода моты. Похоже, придется сворачивать лавочку. 500 денег. Получай свой ящик. Так, ага. Картина начинает выстраиваться. Военные явно что-то ищут в центре. Тут много всяких карт и научных бумаг. Пожалуй, тебе стоит показать эти документы бармену. Бармену? Где это? В баре сталкер, что за свалкой. Значит, иди туда и покажи ему эти бумаги. Он лучше сможет понять, что к чему здесь. Хм, хорошо. А подробнее можешь о баре рассказать? А потому, как окрестили то место, не ясно, да? Ну так и быть. Для особых я поясню. В общем, бар – территория рядом с заводом Росток, где стоят дома некогда работавших на производстве людей. Ну, как ты понимаешь, их там сейчас нет. В бывшем здании универмага расположен сам бар «Сталкер», где многие могут затариться необходимым, поговорить, выпить. Также там располагается база группировки «Долг». Строгие ребята. Выпить, говоришь? Это, конечно, все очень хорошо. Но я туда не для бухла иду, а по делу. Смогу ли я что-нибудь полезного там узнать? Само собой. Тогда прощай, мой в миру упитанный друг. Ну, работа у него стандартная, которая тоже вроде как ни на что особо не влияет. А броники вроде он дороже покупает. За 700, например. Тогда как «Сталкерня» никогда не возьмет за такие бархи. Управедливо, заходи. Ты что-то не разговариваешь. Обиделся. Говори. Хотя нет, те же самые 700. Выкупить у него ртутный шар? А мне надо. Что нужно, сталкер? Ну, забирай, наверное, калаши. 391. Еще 55 рублей осталось. Да тут особо-то и некому, кстати, слить товар. Я так смотрю. Живности стало побольше, но по факту... Вот тут кто, например, в кустиках сеет? Какой-то сталкерочек. Опытный, на вид. 150 рублей. Вот это да. Нет, тут у нас в торговле с тобой не получится. Это то же самое, 150. А этот молчит вообще. Ну, вот и получается у нас, что никому ничего тут не продать. В таком случае можно отсюда уезжать. Говорить с барменом, найти стрелка. Едем в сторону свалки. На свалке, наверное, стоит на мусорной куче заглянуть. Потому что была информация от сталкеров у костра, что бывает там что-то. Соответственно, все ненужное пока сюда скинем. Ну, все, поехали. Посмотрим, можно ли тут, в принципе, проехать по дороге. А то что-то у меня сомнения какие-то. Попробовав в машине сохраниться, потом проверим. Тут со сталкерами я торговал, вроде бы. В смысле, бачу сталкера? А ты кто? Ты не сталкер, что ли? Бояки новые. Как вы думаете, могу ли я мимо них пройти? Пожди, их трое, что ли? Я-то думал, их как обычно два. Здорово, мужики. Слушай, у меня такими темпами денег будет нормально. Если я буду их всех останавливаться, обыскивать, забирать. Хабаришка. Главное находить, кому продавать. Подожди, а как я забираюсь в свалку проезжать? Там же невозможно проехать. Ну да, тут сделано так, чтобы ты не мог перейти на автомобиль. Я, конечно, могу попытаться. Тут есть щель. Как-то проехать. Но мне что-то кажется, разрабам это не предусмотрено. Сейчас может что-то плохое произойти. Ну, пойдем. Не зря же там проволокой перегорожено. Что за... А, зомбарь. Бедолага. А еще топливо, кстати, может кончиться. Надо было посмотреть, есть ли баг у жабы. Здорово. А что у вас за покойник здесь? Поклали Лешку-малыша. Ну, давай поболтаем. Опа. Да у тебя денег много, я смотрю. Ты-то мне и нужен. Так с кем война у вас? С кем тут здесь перестреливаются? Бандиты. Еще кто-то? Не, это зомбак. Все, он мертвый. Выспокойтесь, пожалуйста. Ты что, дурак, что ли, я не пойму? Привет? Вот попробуй так в НПС стрельнуть. Все, они для тебя враги. А они, ну, привет. Хи-хи, ха-ха. Я тебе автоматов привелся, надо? Вот, на 680 рублей. И это еще не все. Сейчас он начнет все перезаряжать. Форт-12 не уникальный же? Нет, не уникальный. Стой, ты куда? Он у кого-то опять загрелся в этой стороне. Ну, ты залез. У Костика-то замочили. Пожди, так дело не пойдет. Ко мной продавать-то буду. Куда ты полез нафиг? Где есть еще один-то? Ну, вот заодно мусорку обыскали. Как обыскали? Залезли хотя бы посмотреть. Правда, сейчас помру. Радиация-то выводится, как бы, но не так, как хотелось бы. Можно еще, конечно, поставить. Но чувствую, что данные арты мне не особо помогут. Ну, не, ребят. Хожу тыкую F. Конкретно на этой куче. Но если что-то есть, то оно очень хитро спрятано. Так, на первый взгляд, не увидишь. А, ну, есть кусок металла. А, ну, не, смотри-ка. Артефакт. Электрошар. У меня уже был, конечно, такой. Не очень он не нравится, но просто сам факт, что все-таки что-то нашел. Ладно. Сейчас тут надо аккуратненько пройти все-таки. Магнит этот забрать без радиации. Все отлично. Можем уходить. Что там этот магнит из себя представляет? Да, обычный. Плюс 50 рады. Возможно, опять же, в будущем какие-то квесты, не квесты где-то пригодятся. Кстати, два разных варианта МП-5. Прикол. По характеристикам никак не отличаются. Но у одного, типа, приклад задвинут. Кстати, было бы круто, если бы это влияло на характеристики. В плане отдачи там и так далее. Что у вас тут? Мужик, ты какой-то проблемный. Постоянно в какие-то эти вступаешь. Перепаун. Для зомбаков что-то много тут. Подожди. Давайте я тут еще вот пистолетов продам. Тебе очень надо. Даже еще один калашик купит. Ну все. Мне надо не такую машину, короче, а вот такую, чтобы Хабар возить. Согласны? Подожди, а мужик второй сейчас, который тут был. А он помер? Или нет? Турпов как будто меньше было. Этот дурак в аномалии помер. Ты что, в аномалии идешь? Я слышал звук аномалии, и после этого пришло сообщение о смерти. Но вот этот помер. Это, конечно, сильно. Причем обыскать его не получится. Ну и ладно, у него в принципе ничего нет, кроме мелочи. Но у него было 2 500. Ладно, поехали дальше. Каким-то образом нам сейчас нужно проехать. Я даже не представляю как, учитывая, что тут дорог-то нет как таковых. Еще и аномалии кругом. Ну и опять же, по-хорошему надо и эту мусорную кучу посетить. Так, какой-то мужик. Георг Глухарь. Может до него съездим? Ну ты дурак, что ли? Чего вы все в аномалии попадаете? Я не пойму. Ну в любом случае, надо вон уже видеть артефакт, обыскать. Тут все. Тирады есть? Есть, но, кстати, мало. Кто с кем стреляется? Как будто там где-то. Ну да. Плоть. И мужик по ней стреляет с пистолета. Ну ты крутой. Ну обычный гравитационный арт. Ничего особого. Ну и в принципе все. Тухло, очень тухло. Ого. Броню уже повредили, гады. Не, но ездить на автомобиле по этой локации, это тот еще аттракцион. К этому надо реально быть готовым. Опа, машину сломал. Вот и все, дышим глубже. Она уже дымиться начала. В общем-то сам видите, аномалий миллиард. Еду по колее. Очень весело. В принципе мне проехать удалось. Но тут уже надо как-то на мост заезжать, который здесь. Я помню, у Стальфи тоже были проблемы с этой локацией в плане езды. Как будто бы локи, да, действительно не созданы под вождение автомобиля. Нифига себе, минус сколько здоровья. Но на машине как будто бы круто, в том плане, что хабар можно с собой таскать. Во многом. Но вот машина теперь не ездит, сломалась. Фана мужику. Обалдеть. Они мне так легко сломали тачку. Я обязательно доведу автомобиль до нужной мне точки. Вообще, конечно, я не собираюсь на ней ездить по всей зоне. Чисто хотя бы до бара довести, как центральная точка хранилища барахла. А там уже посмотрим. Вы видели, какой на интере рассвет это что-то? Посмотрим. Вот эти кабаны мне машину боданули. Поэтому надо будет их вынести сейчас. Отлично. Всех разнес. И вижу уже опять же гравитационный артефакт. Мужика все-таки убило. Что за арт? Блин, не увидел, какой сильный, не сильный. Но не важно. Гравитационный арте в любом случае нужны. Они ценятся среди сталкеров. А что там грустная ружица? Смотрите. Два глаза, щечки и грустный смайлик. Может, я с ума уже схожу? Да, ездить на зоне по машине. Это, наверное, не облегчение омарока даже больше. Да и не так же много у меня там хабара, которые надо отвезти. Вот так вот речку проезжаем. Потому что... Да что? Я ударился какой-то частью, у меня задымилось. Ну все, я не буду тогда ничего перезагружаться. Там дерево, поэтому там мосту не проехать. Она всегда глохнет, если я останавливаюсь. Поехали так. Может, починим там где-нибудь. Вроде же есть ремноборы. Да и все равно топливо кончается потихоньку. Ваяку зам... Ого. Долго в циверне замочили. О-о-о. Там кровососы, оказывается. Тогда все понятно. Тут же встанем, где в прошлый раз мужичок стоял. Ты что, по мне стреляешь, дурак? По машине моей стрельнули. А вот эта тачка... Нужен ключ, по-моему, был написан. Если я ничего не путаю. Может, путаю, ладно. Что у вас тут, ребят? Куча трупов, вот что. Илограммчики позволят их обыскать. Гриша Принц. Тоже мне Принц прекрасный. Тогда подлутаем ребятишек. О, это что такое? ЛР-очка та самая с прицелом. Сделал я в своем телеграмме. Ссылка на которую в описании. Кстати, вступайте. Как же я вовремя перегрузился. Сделал пост с этими ЛР-ками. Многие не въехали. Обыскал долговцев. Прям очень много их померло. Научная аптечка. Нормально. Им же сейчас продам. Как вам такой бизнес-план? Ого, новая ЛР-ка такая. Но она как будто, видишь, по урону вообще не лучше. Но она, видишь, по урону вообще не лучше. Но выглядит, конечно, это максимально странно и интересно. ЛР-ка с ПСОшкой. Это прям очень странно. Ну, можно, наверное, оставить как образец такой, знаешь. Но смысла играть с ней у меня особо нет. Кстати, урон у пистолета прям бешеный. Ого. Намного лучше, чем МПМ. Да, наверное, давай сбим его. Теперь будем играть. Так, мужики. У кого деньги есть? О, пьют какой-то Энергоз. Нет, что-то у них не особо денег. Ух ты, 4000. Братуха, у меня для тебя есть реально крутое предложение. За 259 полностью новую пушку он возьмет. Мало. За 275 пистолет, представляешь? То есть пушку как пистолет. Даже дешевле. Ну, 1200, короче. А, тут, видишь, тоже, кстати, никак. Походу, не перейти или перейти? Перейти? С машиной. Что тебе еще продать-то можно? Да, вот. Вот у пистолета даже больше, чем у береты урон. Поразительно. 1400 сверху. У меня уже 10 косарей. По-моему, очень неплохо. Рубим денюжки. Делаем денюжки. Ну все. Сохраночка. Садимся. Поехали. Перейти, да. Опять я перешел, ударился. Мессер, ты чего? Вылез. Вот, теперь другое дело. Только ты на дорогу смотри. Он, кстати, вертит головой. Вертит, куда я смотрю, типа, или что? А ну-ка, здесь, да. Ну да, получается, или как? Ну да, действительно, он вертит. Или он просто анимация, может, у него такая, что он по сторонам смотрит. А я тут себе фантазирую, что он куда-то там в мою сторону якобы палит. Итак, с кадрами, я не пойму. Что за подергивание? Почему игра так лагает? Не пойму. Причем так, подергивания нет. То есть, когда я именно еду. Бред какой-то. Пойдем посмотрим на транспорт. Вроде как эти машины чьи-то. Раз они тут стоят такие чистенькие, правильно? Стой, зря, наверное, ее дернул так. Стой. Ну, в общем, да, это автомобили, которые, скорее всего, я могу купить. В том числе и грузовик. И БТР. И вот такую точилу. Неплохо. Но мне это, пожалуй, пока не нужно. Опять же, я привез свою тачку, чтобы ее тут где-то поставить. Проблем не знать. Где у нас бар вообще? Давай откроем карту. Бар Сталкер. Мне нужно добраться. Завод Росток. Вот бар. А это что? А, это тоже как бар. Не понял. Мы с вами здесь. Тут переход на Янтарь. В бар. В смысле, в бар. То есть, все-таки есть какие-то переходы дальше. А это куда? На Тихие Холмы. Это тут. Хм. Что-то странная какая-то тема. Ну, наверное, как-то вот так выехать, попасть сюда. Посмотрим. Пока предлагаю таки сесть и поехать. Реально какие-то подвисы из-за дыма, походу. Ну и ну. Вижу столкерочка. Поговорим. Ну давай, поболтаем. Что расскажешь? На заводе Росток развелись кровососы, гады. Уже ночами ее ползать начали. А они, как известно, становятся сильнее, когда кровью напьются. Но говорят, что-то важное на этом заводе находится. Что-то просто жизненно необходимое. Недавно вот слунулись издолго туда. Да так все изгинули. Только крики их мы целый день по округе слышали. Да уж, жесть. Слушай, а что мне тут вообще осталось по добру? 50 килограмм из 88. Ну так-то барахло много. Поэтому мне и нужен автомобиль. О, аномалия какая-то странная. Что такое? А ну-ка сюда лезть. Понятно. Огонь. Давай сюда что-ли зайдем? Не то, что лаги присутствуют при езде, это тоже какая-то неприятная ситуация, скажем так. Мягко. Мужики, здорово. Хоть спит просто. Искать тут добро стоит ли? Как вы считаете, запрятали ли сталкерня что-то в туалетах? Ну как будто могли, знаешь, всякое возможно. Кстати, я заметил, что вот тут фпс идеальный, а вот тут просаживаются. Возможно там в той стороне бар, куча сталкеров в одной точке. Что нагружает движок. Это тоже спит. Что-то все спят, хотя я не сказал бы, что время позднее. И спят в разных крылах. А вдруг у вас собака забежит, ребят? Лестницы наверх нет. Вот еще один в уголке. У костерочка. Вон там скопление какое-то сталкеров. Пойдем посмотрим. Проваривай отсюда сталкер. Ты что, не понял? Да спокойно ты. Что тут у вас происходит? Последнее предупреждение тебе, сталкер. Да пошел ты. Не. А ведь у них там что-то происходит. Мне кажется, они сталкеров заложников держат, смотри. Как их зовут? Аферист, таракан, смертник, все понятно. Вот, кстати, башенка интересная. Ящичек не обыскивается. Погнали наверх. Так, это что? Аптечка. А тут какая-то печка. А что она под замком-то? Типа нельзя топить печку? А в чем проблема? При этом огонь горит. То есть это как будто бы кто-то недавно был. Опа, подвешенный. Видел сообщение сталкерской сети, что якобы сюда какой-то зажиточный сталкер захаживал. Соответственно, мог сделать тайник. И что-то мне подсказывает, что он может быть там. Вот в этом месте. А если мы с вами сделаем вот так, то забравшись сюда, мы с вами явно обнаружим тут тайник. Во-первых, это аптечки, которые так я просто не подниму. Во-вторых, черные капли, артефакт, экзоскелет, гаусс-патроны. Короче, какой-то супер жирный тайник. Я даже не представляю, как его достать. Кроме как, выпив гранаты. Ну что-то выбилось. Но далеко не все. И боюсь представить, что там с экзоскелетом. Нафиг он мне будет нужен такой убитый. Личная просьба от меня, если кто находится рядом с моим убеджищем, чего там не прочитал. Больно, очень больно. Очень странный тайник. Вот как разрабы думали, что его надо доставать. Кстати, а вот сюда-то и нет смысла экзу забивать. Ее надо именно что сюда. Но опять же, а толку тогда от нее? Она же будет убитая в ноль. Ну вот я загнал экзу сюда. В уголочек. В уголок, чтобы никто не уволок. Ну в принципе, это какой-то я шляпой занимаюсь. Сарик он расположен. То есть вот в таком закуточке, как будто бы грену надо отсюда закидывать сюда. Игра окончена. Ну, кстати, в принципе, все сдвинулось так неплохо. Давайте, наверное, пока не трогать этот тайник, а посмотрим, что скажут люди. То есть, ну, по-любому, что кто-то как-то этот тайник доставал. Может, есть какой-то способ. Может, вообще-то есть баг-лифт? В оригинальном сталкере такой присутствует. Помню, я когда с педранами занимался, учился этот баг делать. Сомневаюсь, сомневаюсь, конечно. Но с другой стороны, обратите внимание, что здесь есть лестница. Ну, то есть кто-то сюда явно собирался забраться. Может, можно найти лестницу, да поднести ее просто? В общем, ладно, жду комментариев, что напишет народ. Может, как-то у кого-то получалось. То, что просто разбомбить царя, я не могу. Сколько здесь тайничков? Просто разбомбить, а какой смысл от этого экзоскелета, если он будет в ноль битый? Ага, понятно. Лестницы эти никак ставить нельзя. Что, туда забраться? Соответственно, и получается, что это не наш путь. Нам надо туда как-то уже проехать. Наточили. Генерал Долга. О, тут можно же с ними связываться напрямую. Генерал Долга. Нужна помощь. Да. Хочешь поторговать? Да. Уходи отсюда. Нет. Бывай. Какой-то невероятный диалог. Мне получается не сюда, это не бар. Это база Долга. Та самая, о которой шла речь. Пока мне сюда не нужно. У меня, кстати, топливо кончается. Вообще, реально останусь без топлива. А бар вон там впереди. То есть мне до него еще ехать и ехать. Лучше машину давай по накатанной поедем. Вот так вот прям. Ну иначе мне не хватит. Давай, давай, давай. Докатился? Да вроде докатился. Давай заводим, поехали опять. Ну хотя бы где-то здесь машину-то оставить. Это уже... Вот тут, по-моему, бар должен быть. По крайней мере, где-то было именно так, в каком-то моде. А тут закрыто, кстати. Открыть-выйти. Закрыть. Тут какая-то аномалия только. Ну вход в бар, как будто вот тут отмечается. И что, тут реально просто перейти? Я попаду, наверное, на другую локацию. Эм, ну как бы да. Поезжай, у меня же там хабар какой-то лежит. Ну опять же, да, что я себе сделаю? Ну все, хранить здесь. Да, тут есть куча хабара. Но сделать с ним ровным счетом ничего нельзя. По крайней мере пока. То есть продавать. Зачем мне продавать? Винтарь, допустим. Ну и РПК, единственное что. Ну он тоже хорош, вообще не хочется его сливать. Сложно, сложно. Пока давай это оставим. И просто пойдем. Здорово, сталкеров. Ты откуда пришел? Как жизнь. Это долгой, даже, а есть сталкеров. Снайпер долго. У меня прямо имя уникальное есть. Ладно, переходим на базу. Нам уже надо на чем-то серию заканчивать. Перейти, да. Так, ну вроде перешел куда-то. А где я, собственно говоря? У меня что-то плохое предчувствие. Сейчас какие-нибудь кровососы выйдут. Как всегда, есть от разрабов подарочки. Подожди, это мы куда с тобой перешли? Это мы перешли сюда. На завод Росток. Подожди, а так нам надо разве на завод Росток? Нет, нам надо в бар. А где бар? Я вот так и не нашел. Короче, немножко я не туда пошел. Пришлось с ним отгрузиться. Какой, блин, бар там? Бар здесь. В одном из модов, может быть, зона Хрониклс, как-то так он назывался. Не уверен. Бар был действительно здесь, в этом месте где-то. И что-то я подумал, ну там же тоже билдовская локация. Нет, на самом деле бар находится у нас в этой стороне. Не знаю, что за бак вот с этим вот перемещением. Смотрите, вот я еду, у меня подергивается игра. При этом, когда я хожу пешком, такого нет. Сейчас там новый крутой пак автомобилей делают, Дефинити. Как-то так он называется. Подзабыл давно новостей. Не смотрел по этому моду. Вот там реально все будет круто. Так, все тормозит это. Жесть, конечно, с этими лагами. Все, сохраняемся. Вот какой-то алкаш, пойдем посмотрим. Е-мое. Алкаш. Да, реально алкаш, здорово. Хаюшки, за что пить будем? А мы собирались пить? Эээ, нет. Ну ты не стесняйся, я угощаю. А за что пьем? Чтобы водки исчез ее единственный недостаток. Ее недостаток. Хе-хе. Это ты хорошо сказанул. Ну, накатили. Эх, хорошо пошла. Еще помаленькой. Гулять-то гулять. Хорошо сказанул. Ну, накатили. Еще помаленькой. Еще помаленькой. Еще помаленькой. Не знаю, ни к чему это не ведет, наверное. Не, я пожалуй, отгружусь. Зачем водочку тратить? Я просто думал, может там что будет? Сейчас выпьешь. Где-нибудь очнешься. Так, ну и по идее бар у нас находится вот тут где-то. На заднем дворе вход. Правильно, мужики, где вход в бар? Ё-моё, ну вы спрятались. Все, нашел я вход в бар. Вот он. Сталкер. Так и написано. Какой там мужичок тут стоит. Что нужно, сталкер? Вот черт. Потерял ружье. Думал кровососа пострелять. Да я леса многие унес. Черт. Послушай, брат. Если принесешь мое ружье, отблагодарю. Я к нему считай перрос. Сроднился. А тут такая досада. Оно тут, на территории бар с заводом Росток. В одном из домов. Я когда в окно выбегал, пришлось сбросить. Вместе с рюкзаком. Продолжай. Все, отдам, дружище. Только верни ружье. Молю тебя. И поосторожней там. Твари эти очень злобные. Как их? Зомби. Хорошо. Че тебе? Фамильное ружье. Но он сказал, в домах за заводом Росток. Тут в баре. То есть вот за этим заводом, где-то тут в домах. А где здесь дома? Здесь домов-то нет. Ну ладно. Ты кто? Это, наверное, Гарик или Жорик? Кого там черти несут? В смысле? Зябликов. Здравбуди. Что за костюмчик на тебе? Научный? Да, специальный, герметичный. А для бога химия защищает. Хочешь себе такой же, заводную слугу? Какую? На заводе у меня в свое время брат работал. Ваня. Точнее, Иван Иванович. Я в свое время с ним крепко-крепко поругался. По совсем патику поводу. Психанул. Уехал надолго. Когда вернулся, у того, что заводы все эвакуировали. Но Ваня не вернулся. Администрация как-то пыталась отговорить, мол, он или сбежал, или на производстве погиб. Врались, три коробка. В общем. Семья все нервы выжила. Позже мне приходило письмо от нее, приглашение на участие в суде сезоне. Точнее, ее охране. Я думал отказаться, но мне шутнули, что завод-то тоже в зоне. Да терять было уже нечего. Короче говоря, за то, что ты управляешься на Росток, и отыскаешь документов, которые можешь что-то говорить, собрать, или его самому личную вещь, я тебе дам костюм. Идет? Так и быть идет. Тут квест неотмеченный. Пять тысяч у него, ничего себе. Гравитационный артефакт, но всякого помелочи. С баром нам торгуют. Ого, что у тебя за стол? Ё-моё. Такое было в Обливин Лост? Байку расскажешь? Это ты прям по адресу. Вот ты призраков видел? Нет. А я вот видел. Шел как-то вдоль лесополосы. Вижу, домик стоит заброшенный. Ну туда я направлялся для ночлега. Зашел внутрь, все проверил, чисто. Только хотел к трапезе приступить. Тут слышу, дверь открывается. У меня сердце в пятки ушло мгновенно. Схватил ствол, направил на дверной проем. Чувствую, холодным таким отвратным веет, что аж дрожь пробирает. Херрак, из другой комнаты выплывает прозрачная фигура старика какого-то. Это потопталось и улетело. Мне, естественно, такой ночлег подавно не сдался. Хватанул вещи, дорванул под... Дорванул подальше. Теперь, блин, в такие лачуги вообще не суюсь. Фига себе, интересно все же. Что это за сила такая неведомая? Как делишки? Как детишки? Я застал выброс на ней медприбор. Ты можешь сказать, когда будет следующая волна? Да, тебе повезло. Выброс был поверхностный. Поверхностный? Да, бывают такие. Причем довольно редко. Последний раз, помню, такой был, когда одна из групп ветеранов прорывалась к центру. Когда следующий выброс, сказать пока не могу. Оборудование барахлит. Пока его не починят, данных не будет. Ты бармен? Я от жабы. Вот документы, которые он передал. Ну здорово, мессер. Тут слушок в зоне и до нас дошел. Мол, какой-то сталкер с грузовика смерти гнезда вояка расположил. Так вот он ты, уже тут. Это бар сталкер, так сказать, перевалочная база. Давай глянем, что ты нам принес. Ну что там? Так, какие-то расчеты, карты, установки. Тут говорится о некой лаборатории, что находится под темной долиной. Там проводились какие-то исследования. Слушай, думаю, нужно найти это место. И разыскать еще документы. Того, что ты достал, явно мало. Предлагаешь спуститься в лабораторию? Да, иного варианта нет. В документах прямо указана лаборатория под долиной. Тогда я отправляюсь туда. Но пока что я туда не хочу. Все-таки у нас тут есть квест. Надо сходить на завод Росток. Ну вот есть инструмент, кстати. Можно починиться. Очень дорого. Полторы тысячи. Пятьсот рублей запас бензина. Опа, АПС есть. Всего двести пятьдесят. А что там дешево? Мой ствол дороже. Так, а стволы-то чинить можно? Потому что это прям комплект для автомобилей. Пятнадцать литров. Кстати, это мало. Рад тебя видеть. Кстати, он по-моему так неплохо по ценам принимает. Может тебе надо было стволы продавать? Я тут одни любопытные документы нашел. Говорил с жабой. Он сказал, что он... Давай, отдельный сейф. Что к тебе надо обратиться? Так, что тут у нас? Ого. Эта информация имеет большую ценность. Информация о прорыве военных станций. Оставь их у меня. Я покажу их своему информатру. Он скажет, что можно будет с ними сделать. Держи. Пятьсот рублей? Какой-то прикол. Тут везде дают пятьсот за все. Что за тип плащи в углу помещения? Это ТШ-садомитель. Умный он какой-то. Ну, стрёмный, не стрёмный. Ну, что-что. А знает-то много. Поговори с ним. Можешь узнать. Можешь узнать кучу интересного. Спасибо. Бармен, откуда у тебя столько всяких вещей в продаже? Ну, часть поставляется из-за периметра. А остальное сами же сталкеры и приносят. Ну, а мы ремонтируем и продаем. Ооо. А можно мне тоже у вас ремонтировать? Конечно. Круто, спасибо. Автомобиль приобрести. Ну. Всякое разное можно купить. За не самые космические деньги. Запорожец вообще всего тысячу. Но опять же, как ребята писали, тут автомобиль нужен по большей степени для хранения хабара. Работы нет никакой? Есть. Тут, на баре, за заводом, площадка есть. Там КамАЗ стоит один любопытный. Нужно бы его привезти сюда. Да никто не хочет за дело убраться. Всё же росток там совсем рядом. А место так себе. Не из приятных. Я могу сделать это. А я смотрю, ты парень лихой. Ну давай. Возле площадки он стоит там. Пригоняй его сюда, к бару. А во платье не беспокойся. Хорошо. Ну и так, есть какая-то работа? Ну артефакта ржавой волосы у меня нет. А стоянку хабара... А, подожди, это где? На холмах? На холме? В смысле на локации или тут? В смысле тут? Ну тогда хорошо. Тогда можно. А, да, а. Другую квестную ликвидацию не даёт. Там ещё один был, точно говорю. Тогда всё. На этом мы заканчиваем серию. Не стесняйтесь писать комментарии, каким образом нам достать артефакт. Поговори с барменом. Там кому-то фигово. Тип Сабодовской брони, кстати. Сейчас туда нельзя. Да всё-всё. Ну давай поболтаем. Ты чё такой помятый? Ёп ты, сталкер, уйди, а. И так башка раскалывается. Ну ладно. Хотя стой. Прикинь, иду такой себе спокойно по тёмной долине. Тут опа, в глазах резко потемнело. Очнулся, смотрю уже в баре. Что это за хрень такая? Не в курсах? Может и знаю, а может и нет. Слышал я где-то про контролёров. Так это они такое могут сделать. Ничего другого и предположить-то я не могу. Про ко-ко-ко-чего? Контролёров? Фу, надо будет у мужиков узнать, что за сволота такая. Водочка-то это не поможет тебе, наверное. Ну это ты уже сам решишь. Бывай. Полчаса назад на Интаре на фабрике появилась огромная стая слепых псов. Откуда у тебя такой ствол, братуха? Лысый. Удачи тебе, лысый. Чего тебе? Можешь рассказать что-нибудь полезное для новичка. Если ещё не было долго, то советую сходить к ним. Денег можно заработать. Себя показать. Ребята, они жёсткие, но справедливые. Много благих девы сделали. Не знаю, откуда эта фраза. Но откуда-то я её помню. Хёп ты, сидит он. Какая красавица какая-то. Жора-священник. Чего тебе? Что слышно? Никто не может пробиться через кладбище техники из-за выжигателя мозгов. Было несколько свидетелей, которые видели, как какой-то сталкер перешёл через невидимую грань и внезапно упал. А через несколько минут с трудом встал и не оборачиваясь ушёл внутрь кладбища. Больше его не видели. Интересно. Что нужно, сталкер? О, у него артефакт какой-то. Что это такое? О-о-о. Прозрачный шар взялся минус 8. А у меня тут чёрная колючка минус 3 даёт. Правда, тут минус 10, но кровосёк. Слушай, как будто арт неплохой, но давай пока не будем. В туалете есть кто? Да. А я не пил. Димка Даполеона. Что надо? Да так, мимо прохожу. А что это за товарищ тут стоит? Выглядит он хреново. Да, это новички со свалки пришли. Недавно в зоне совсем. Градус уместного спиртного не привыкли ещё. Ну давай поболтаем. У него тоже есть артефакт. Бублик. У-у-у, подожди, а вот такое мне надо. 200 рублей всего лишь? Ну, ребят, я беру. 200 рублей это ничто, в принципе, в моём случае. Зато здоровье 34. То есть, по идее, реген какой-то неплохой. Ну всё, этому хреново. На этом точно всё. Смотрите по плейлисту в описании. Не забывайте писать добрые комментарии, ставить лайки. Всем счастливо и пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова